Для будущей мамы эти звуки прекраснее любой музыки. Биение сердца малыша – самое первое, но такое чёткое и ровное. И несмотря на едва заметный округлившийся животик, этот стук означает, что в нём уже три месяца как зародилась жизнь. Но, к сожалению, для некоторых женщин УЗИ именно на этом сроке может показать проблемы развития будущего ребёнка. Сегодня проблема врождённых пороков развития является основным провоцирующим фактором в структуре младенческой смертности и инвалидизации детей. И для Карачаева-Черкесии она также актуальна. Я бы хотела отметить, что не столько стало пороков больше, как мы стали их лучше выявлять. У нас есть современное оборудование, которое позволяет нам в кратчайшие сроки, на ранних сроках, выявить наиболее распространённые наследственные заболевания, такие как синдром Дауна, Эдвардса и Потау. Все эти исследования проводят здесь, в генетической лаборатории. Самое главное, чтобы женщина обратилась за помощью вовремя. Пороки развития необходимо выявить в первом триместре, чтобы врачи могли своевременно вывести тактику пролонгирования беременности. Это решается на консилиуме. Здесь же обсуждают, можно ли женщине рожать в принципе. Дело в том, что пороки развития нервной трубки и сердца, которые занимают ведущее место в структуре этого заболевания, порой могут лишить пациентку радости материнства. Есть, к сожалению, такие пороки развития, которые именуются пороки развития, несовместимые с жизнью. Женщина, которая, к сожалению, имела перинатальные потери, заслуживает повышенного нашего внимания. Она проходит через генетика, и мы подбираем ряд обследований, лечения, чтобы следующая беременность, она наступила и завершилась счастьем, радостью для этой семьи. К счастью, диагноз врожденный порок развития – не приговор. Как только малыш с осложненным заболеванием появляется на свет, его направляют в федеральное учреждение для оказания высокотехнологичной помощи. Если же лечение возможно на месте, новорожденный проходит неонатальный скрининг в первую неделю жизни. Кстати, обследование здесь проходят все крохотные пациенты центра. Ведь чем раньше его провести, тем проще предотвратить на ранних сроках заболевания, осложнения которых грозит умственная отсталость у ребёнка. «Прежде всего фенилкетанурия, врождённый гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземия – это те заболевания, которые наиболее часто встречаются и в России, и в Украчаево-Черкесии. Цель ранней диагностики – это прежде всего предотвращение инвалидизации детского населения, и чтобы эти дети были полноценными, социально адаптированными членами нашего общества». Панацея от врождённого порока развития плода нет. Но зато есть правила, которые могут предотвратить эту проблему. И здесь всё просто. Паре, которая хочет пополнения в семье, надо внимательно следить за своим здоровьем, причём начать это делать задолго до зачатия ребёнка. Для начала узнать, нет ли генетических заболеваний и забыть о вредных привычках, избегать стресса, неправильного питания и даже простуды. Ведь ОРВИ, перенесённая кем-то из пары за два месяца до самой беременности может сказаться на здоровье малыша. Но самое главное – будущая мама должна быть счастлива и получать положительные эмоции каждый день ожидания встречи со своим ребёнком. Тогда и он будет радостным и здоровым.